Всем привет! Ещё думаешь о том, завести ли тебе аквариумного жителя? Сегодня я расскажу тебе об аквариумных обитателях, не которых ты захочешь завести из-за привлекательной внешности, но и из-за их неприхотливости. И да, сегодня я не буду говорить о всяких карасях, которых можно посадить в пятилитровую банку, и они будут у вас там жить три года. Фух, ладно, отошёл я от темы. Готовьте свои банковские скидочные карточки, одевайте вещички для похода в зоомагазин и поплыли. Петушки Петушки это очень красивые бойцовские рыбки. Они не любят большие объёмы аквариумов, поэтому если тебе некуда поставить 200-литровый аквариум, не переживай, этот вариант для тебя. Их можно селить в аквариумы от 10-ти литров. Ну, чтобы вы понимали, это вот такой вот шарик. Конечно, нет ничего плохого в большом аквариуме, но эти рыбки обитают на рисовых полях и маленьких водоёмах, поэтому для них это будет непривычно. Нежелательно селить этих красавцев вместе парой или группой в маленьком аквариуме. Рыбки очень территориальны, и иногда драки происходят даже между самкой и самцом. Главное не спутать их со спариванием. Но при их красоте, бойкости и серьёзности не надо забывать о том, что это живые существа, и их тоже надо кормить, убирать и лечить, если рыбки болеют. Ну что, заинтересовал? Дальше интересней. Кстати, если хотите отдельный ролик про петушков, ставьте лайк. Для вас это всего 2 секунды, а для меня знак, что эта тема вам интересна. Лабиринтовые рыбки Гурами Это красивые и особенные рыбки. Но в чём же эта главная особенность? Им не нужна аэрация, соответственно, компрессор. Почему? Спросите вы. А тут всё просто. В переводе с иванского языка Гурами – это рыба, высовывающая из воды свой нос. Но не всё так просто. Тут уже лучше выбрать аквариум побольше – 20 литров на пару. А идеальным размером будет аквариум 80-100 литров. Эти рыбки имеют два плавника, которые позже в результате эволюции стали осизательными усиками, так как плавают в мутных речушках и ручьях Юго-Восточной Азии и прилегающие к ней островах. Кстати, ещё один интересный факт про Гурами – это то, что своими плавниками и усиками, даже в кристально чистой воде, они любят всё потрогать. Существует множество видов Гурами. Фух. Бурый Гурами, жемчужный, лунный, петлистый, карниковый, медовый, шоколадный. Короче, если интересует какой-то вид, Гугл или Яндекс вам в помощь, потому что так ролик затянется минут на 40. А вы наверняка хотите узнать о нашем следующем госте. Поэтому продолжаем. Следующий гость не рыбка, а аквариумная таракашка. Наверное, многие из вас догадались, что речь пойдёт о креветках. Из креветок можно выделить, например, вишен. Вишни – это забавные кревитосы. Их очень просто содержать. Вот прям... Ай, как просто! Из-за их непривыкатливости к условиям обитания. Относятся вишни к неокоридинам. Это такие креветки, ну типа одного цвета. Вот такие. Или вот такие. Или вот такие. Ну короче, разноцветные. Совершенно разные креветки. Наши водные таракашки не вырастают большими. От двух с половиной до четырёх сантиметров. Из-за небольшого размера они могут жить в небольшом аквариуме. Также эти креветки не только украсят любой аквариумный пейзаж, будь то травник, акваскейп и т.д., но и принесут пользу, поедая корм и водорослевое обрастание. У этих креветок, как и у всех, ракообразных есть особенность. Они линяют. Так как их тело растёт, а панцирь нет. Молодняк линяет часто, а особи постарше раз в месяц или два. Кормить несложно. Главное, чтобы еда была разнообразной. Это могут быть как таблетки для санов или специализированные корма для ракообразных. Или даже овощи, например, огурцы. Нежелательно селить этих креветок с крупными рыбами. А вот отлично подойдут такие рыбки, как гуппи, данио и другие некрупные аквариумные жители. Размножить их легче в подростковом возрасте. А также не надо создавать для этого специальные условия. Если все вышеперечисленные условия у вас будут, то они могут оставить за собой потомство. И если вы увеличётесь этими креветками, то потомство вам не помешает. Так как живут они максимум два-два с половиной года. Коридоросы. Про этих панцирных санов особо много не скажешь. Но польза от них примерно столько же, сколько и от наших вифенов. Они активно подъедают остатки корма. Ну и главная их особенность, это просто конское здоровье. А также их можно селить с хищниками и большими рыбками, так как дорос в переводе с умного это броня. Этих санов существует очень много видов. Они есть как большие, так и кармиковые для аквариумов около 20 литров. И других нано-кубиков. Большущий плюс этих санов, что за ними не нужно особого внимания. Да, и стоят они недорого. Короче, хотите красивых, весёлых, полезных санов, вот вам идеальный питомец. Снова дубовые, но не менее интересные рыбки. Запомните, аквариум с неонами никогда не выглядит спящим или умершим. Он всегда в движении. А сами неоны простые и живучие рыбки. Желательно, чтобы пааш у вас был выше 7. Так как неоны любят слабокислую щелочную воду. Держать неонов лучше в прохладной воде. Так как температура воды напрямую связана с длительностью их жизни. А именно 17 градусов 4 года. 22 примерно 3. А при 25-27 градусов. Они не проживут у вас больше полутора лет. Аквариум можно выбирать от 10 литров. Важно раз в неделю менять трезь воды на свежую. А лучше сифонить грунт. Так как неоны не перелосят завышенные концентрации азотистых соединений, аммиака, нитрита и нитрата. Неоны хорошо живут с креветками и другими небольшими рыбками. Например, гуппи, меченосцы, малинезии. Кормить и ухаживать за ними не сложно. Ценовая категория у них самая низкая. Обычно они стоят дороже 150 рублей. А оптом и вообще 30. Надеюсь, я помог тебе с выбором аквариумного питомца. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на мой канал. Также можешь перейти в мой телеграм, где я подробнее расскажу о всяких других видах. Желаю всем кристально чистых аквариумов и пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, заинтересовал? Дальше интересней. Кстати, если хотите отдельный ролик про петушков, ставьте лайк. Для вас это всего 2 секунды, а для меня знак, что эта тема вам интересна.